Партнер программы сеть детских клубов Йити и Дети Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Ваня, Софья, сегодня у нас с вами финал. А это значит, что через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в стране безопасности на этот раз. Пока лидирует Ваня, но делать выводы и радоваться, и огорчаться еще слишком рано, потому что впереди еще у нас два конкурса, очень серьезные, где можно будет заработать много фишек. Так что я предлагаю приступить к первому конкурсу. Согласны? Да. Хорошо. Тема нашего разговора, как и в предыдущие дни, это правила дорожного движения для детей. Сейчас я вам буду загадывать загадки, а отгадки, ребята, вам нужно будет написать на стенде. Заодно проверим, как вы пишете, грамотно ли. Договорились? Угу. Каждый правильный ответ – три фишки, плюс фишка тому, кто быстрее напишет слово «отгадку». Итак, первая загадка. Можете уже подойти к своим стендам. Итак, ребята, первая загадка. Слушаем внимательно. У полоски перехода на обочине дороги зверь трехглазый, одноногий, неизвестный нам породы, разноцветными глазами разговаривает с нами. Пишем. Молча. Ребята, грамотно пишем. Четыре фишки на кону. Правильный и быстрый. Сейчас зачеркиваю ответ. Так, Софья у нас получает фишку за скорость. И за правильный ответ, потому что это действительно, Иван, что? Светофор. Правильно, ребята, «отгадка» действительно светофор, и написали вы ее верно. Умнички. Соня справилась быстрее, поэтому четыре фишки Сони и три в твою копилку, Иван. Следующая загадка. Ну, а если пешеходу тротуар не по пути, если нужно пешеходу мостовую перейти, сразу ищет пешеход знак дорожный. Как называется знак дорожный? Знак дорожный. Та-та-та. Если нужно перейти мостовую, если тротуар совсем не по пути, Иванечка, не подсматривай. Ну, знаю, знаю. Пиши. Так, я думаю. Посматривай. А иначе не засчитаю, Вань. Сразу ищет пешеход знак дорожный. Сразу ищет пешеход знак дорожный. Сейчас, нам важно сейчас, чтобы правильно ли разгадает и напишет Ваня. Ну-ка, покажи свой ответ. Умничка. Вань, покажи, что ты написал. Переход. Переход, правильно, догадался. Хорошо, ребят. Снова, Сонечке, 4 фишки за правильный и быстрый ответ. И 3 фишки тебе, Ван, за правильный ответ. Хорошо. Следующая загадка, ребята. Последняя. Это вид транспорта. Слушайте внимательно. Два колеса, сиденья, руль, багажник, цепь, педали. Кто сядет на него верхом, тот покорит все дали. Пишите, пожалуйста, правильно. Слово достаточно длинное. Ох, Ваня, чувствую место притыкнули. Так. Все. Все. Разные у вас ответы. Велосипед правильный ответ. И, Соня, у тебя есть ошибочка. Мотоцикл пишется с буквой И. И. Так. Зачеркни и сверху напиши И. После С. Так. И. Итак, здесь у нас достается 3 фишки, Ваня. Кладите в маркер и присаживайтесь за правильный ответ. Ну, ничего страшного. Ребята, вы уже, наверное, догадались, что последняя наша отгадка, велосипед, становится темой нашего сегодняшнего разговора. Сегодня мы будем говорить о том, какие правила необходимо соблюдать при управлении велосипедом. И о том, что об этом знает наша хорошая знакомая тетя Оля из госавтоинспекции, мы услышим прямо сейчас. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы узнаем, кто же из вас стал победителем. Но об этом потом. Сейчас у нас новая тема. И называется она «Велосипед». Ребята, а вы умеете кататься на велосипеде? Я – да. На двух колесах. Велосипед пользуется особой любовью и популярностью не только среди школьников, но и взрослых. Любой велосипедист, независимо от возраста, должен знать, что движение на велосипеде разрешено по велосипедным дорожкам, а при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, при этом не создавая препятствий для безопасного движения пешеходов. Пока вам не исполнилось 14 лет, выезжать на проезжую часть строго запрещено. Еще одно важное правило для велосипедиста. Для того, чтобы пересечь проезжую часть, водитель велосипеда должен спешиться и катить велосипед рядом, пешком переходя дорогу. А в каком месте мы будем это делать, ребята? В пешеходном переходе. На зебре. Правильно. Правильно. Будем пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Важно знать и помнить, что правила дорожного движения запрещают велосипедисту двигаться, не держась за руль и не держа ноги на педалях. Такие игры на велосипеде недопустимы, ведь можно упасть и сильно удариться. Ну что ж, ребята, пришла пора нам с вами прощаться. В этой игре вы оба победители, и я вами горжусь. После игры вы будете знать намного больше и будете в большей безопасности. Берегите себя, и пусть на вашем жизненном пути всегда горит зеленый свет. Итак, ребята, время последнего конкурса, финального конкурса и последняя возможность заработать фишки. Это будут вопросы. У меня к вам будут вопросы, вам необходимо будет на них ответить. Ответы на вопросы вы, ребята, знаете, слышали от меня и от тети Оли, нашего инспектора ГАИ. Если вы внимательно нас слушали, то без проблем сможете ответить на эти вопросы. Каждый правильный и полный ответ стоит три фишки. Если вдруг ответ будет неполным и вас соперник будет дополнять, то часть фишек перейдет в его копилку. Ну что, если вам все понятно, то я предлагаю начать. Скажите, кто первый начнет отвечать на мои вопросы? Давайте я. Как мужчина. Молодец. Уважаю, Вань, твое решение. Итак, первый вопрос из первого соревновательного дня, Вань. Вспоминаем, почему играть на бордюре опасно? Потому что можно упасть, машина может задавить или можно себе что-нибудь повредить. Правильно, правильно. Три фишки заработал уже. Хорошо. Сонечка, второй вопрос. Со второго соревновательного дня. Что такое фликер и для чего он предназначен? Он предназначен для того, чтобы машина видела, что идет человек, и чтобы она затормозила. Это такая штука, которая светоотражающая. Она отражает, когда фары на нее светятся. Правильно, Сонечка. Все вспомнила? Умничка, внимательно слушала, сразу видно. Третий вопрос, Вань, для тебя. Да. Зачем придумали автокресло? Автокресло, чтобы усаживать малышей, чтобы они не упали там. Ну, чтобы машины не упали, а они там вниз. Правильно. Не повредили себе там ничего. А для ребят до пяти лет еще чем должно быть дооборудовано автокресло? Что там должно быть? Очень важный элемент. Ну, это ремень. Нет. Специальная, ну, для головы такая. Правильно, подголовник. Подголовник. А ремни как должны проходить там тоже специальным образом? Ну, там такая штука вот тут есть. Ее вот тут так завозят и вот тут пристегивают. Правильно, должны проходить через специальный направляющий элемент. Вот то, о чем ты говорил. Хорошо. Вспомнил Ваня ответ на этот вопрос. Чуть-чуть дополнила Сонечка, поэтому я три фишки дам Ване и одну за дополнение Сонечке. Хорошо? Хорошо. Держи, Ваня, твои три и Соня. И последний вопрос. Соня, отвечаешь ты. Перечисли главное правило для велосипедиста. Можно ездить по дороге с 14 лет. Можно ездить на этом, где люди ходят, на бордюре. Ну, не на бордюре, на специальной дорожке. На пешеходной дорожке, но только при этом что нельзя, чтобы не мешать людям. Еще есть одно очень важное правило, Соня. Вспоминая, о нем говорила тетя Оля. Если вдруг ты едешь, едешь, и тут тебе нужно переехать дорогу. Дорогу А. Надо слезть с велосипеда и катить его около себя. Умничка, все вспомнила. Молодец, Соня. Поэтому три фишки отправляются в твою копилочку. Итак, ребят, все. Вопросов у меня больше нет. Все отгадали, на вопросы ответили. И сейчас я предлагаю посчитать, сколько фишек вы заработали сегодня, в четвертый игровой день. Пятнадцать. Хорошо. Пятнадцать. Пятнадцать? Оба-на! Вот это да! Итак, ребята, до того, как огласить, кто же стал победителем в нашей игре, я могу сказать, что вы вдвоем, ребята, большие молодцы. Вы вдвоем победители. Потому что за четыре игровых дня вы успели показать свои лучшие качества. Терпение, трудолюбие, усидчивость. Это очень-очень важно и для взрослых, и для детей. Итак, ребята, победителем на этой неделе в стране безопасности становится... Ваня. Ваня. Ване 69 фишек. Это очень большое количество. И всего лишь на одну фишку, Соня, меньше у тебя. У тебя 68. Поэтому я поздравляю тебя, Вань, с первым почетным местом. А тебя, Сонечка, со вторым. Итак, ребята, мне лишь осталось вручить вам подарки, которые вы заработали. Итак, это подарок для Сони. Поздравляю тебя. А этот для победителя Ивана. Спасибо. На здоровье. Итак, ребята, я желаю вам успехов и жду встречи с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи. Пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»